Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События» в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главное за неделю в Самаре, коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чем живут скульпторы, художники и жонглеры? Глава Самары Лена Лапушкина посетила творческий Дом 77. 130 тысяч доз вакцин от коронавируса может поступить в начале февраля в Самарскую область. Сейчас регион получил более 12 тысяч доз прививок. Из них 700 – это эпивак-корона, остальные – гам-ковид-вак. Как нарастить объемы вакцинации и упростить запись для населения, говорили на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса. Обсуждали и готовность медучреждения оплатить врачам работу в новогодние праздники. А также как школьникам получить справку от врача после пропуска по болезни. Подробнее в следующем сюжете. Дополнительные денежные выплаты за работу в новогодние праздники с 1 по 8 января начисляются медикам по поручению президента России Владимира Путина. До 22 января медучреждения должны предоставить фонд социального страхования списки сотрудников на получение выплат, а фонд до 29 января их провести. Глава региона поручил областному министерству здравоохранения ускорить подготовку списков. Еще одним важным вопросом, который обсудили на оперштабе, стало вакцинирование. Губернатор распорядился упростить процесс записи на процедуру и увеличить количество передаваемых со складов вакцин в медучреждения. Сейчас в регионе привиты около 12 тысяч человек, из них почти 9 тысяч – врачи. Еще около 30 тысяч медиков нуждаются в вакцинации. Сегодня со складов в медучреждении передается порядка 5-6 тысяч вакцин в день. Губернатор поставил задачу увеличить это число до 10 тысяч. И, конечно, знаю, что мы предварительно отправили большую заявочную кампанию и мы получили вакцину. Нужно теперь настойчиво добиваться, чтобы сама скорость вакцины выступала в первоочередном порядке. Обсудили и вопрос о получении справок для школьников, которые пропустили занятия по болезни. На первичный прием заболевший ребенок должен прийти лично, а вот консультация врача для оформления справки о выздоровлении будет проводиться онлайн. Оформленную справку в образовательное учреждение передаст прикрепленный к нему медицинский работник. Пока, по словам министра здравоохранения, система только отлаживается и справки врачи приносят в школы лично. Это в разрезе взаимодействия между учреждением и образовательным учреждением. Сейчас эти 15 справок по временной схеме доносит медицинский работник, который прикреплен за каждой школой, а работает в поликлиническом учреждении. Фактически он выполняет функцию переносчика вот этой информации. В последующем мы отработаем эту электронную передачу информации. Ничего не мешает, чтобы каждый медработник, прикрепленный к образовательному учреждению, эти справки в школу предоставлял сам, без детей и родителей. Нормальная схема абсолютно, никаких проблем нет. Давайте, чтобы это не 15 справок, а по всем образовательным учреждениям. В дальнейшем справки планируют оформлять в электронной форме и также в электронной форме передавать на рабочее место прикрепленного медработника в образовательное учреждение. Андрей Горгуленко, Виктория Шаре. События. На 16 проблемных объектов меньше. По итогам 2020 года в регионе от статуса «обманутый дольщик» избавились полторы тысячи человек. Об этом стало известно на совещании, посвященном итогам реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Какие планы по строительству стоят перед регионом на этот год, узнала Лариса Шалафаст. Почти полтора миллиона квадратных метров жилья сдано в регионе по итогам 2020 года. Это 98% от плана национального проекта «Жилье и городская среда». На совещании в формате видеоконференции подводят итоги года в строительной отрасли. Глава Самары Елена Лапушкина отметила, что в прошлом году в городе ввели почти 465 тысяч квадратных метров. Показатель Самары на этот год – 819 тысяч квадратных метров жилья. Запланировано выдать 27 разрешений на строительство. Все эти компании абсолютно нам известны, мы с ними тесно взаимодействуем. И свою задачу видим в том, чтобы все документы для сдачи на получение разрешения на строительство они сдали вовремя и качественно. В настоящий момент уже для получения разрешения на строительство для указанных застройщиков выдано 10 ГПЗУ, выдано 5 разрешений на разработку ППТ. Администрация оказывает для застройщиков полное сопровождение методологическое. Готовим все документы вместе и все возникающие вопросы, которые есть у застройщиков. Мы решаем, мне кажется, максимально короткий срок. Губернатор Дмитрий Азаров поручил министру строительства Евгению Чудаеву и председателю правительства Самарской области Виктору Кудряшову вести тщательный мониторинг ситуации с вводом жилья по каждому муниципальному образованию и не реже одного раза в две недели проводить совещание по исполнению планов строительства. Я бы хотел, чтобы эти показатели не только фиксировали ввод жилья, но и усилия, которые муниципалитет предпринимает, и те задачи, которые они решают, совершенствование градостроительной документации и деятельности в целом, для того, чтобы создавать условия обережающего строительства в последующие годы. Глава региона обратил внимание на то, что 27 муниципальных образований из 37 в прошлом году увеличили ввод жилья по сравнению с 2019. В этом году в области планируется выдать 44 новых разрешений на строительство. Это на 17 больше, чем в прошлом году. План на 2021 год для региона построить и ввести в эксплуатацию 1 миллион 700 тысяч квадратных метров жилья. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. На этой неделе православные верующие отметили один из главных христианских праздников – Крещение Господне. В ночь на вторник церковнослужители осветили воду в храмах и на водоемах, а самарцы окунулись в прорубь. Всего в регионе организовали 70 мест для купаний, 50 на реках и озерах и 20 в храмах. На Самарской набережной в этом году была только одна оборудованная прорубь – на полевом спуске. Насколько она безопасна, проверили глава Самары Лена Лапушкина и начальник областного главка МЧС Олег Бойко. Подробности в сюжете Светланы Кудрявцевой. Водосвятный праздничный молебен традиционно проходит в Крещенский сочельник. В ночь с 18 на 19 января вода приобретает целебные свойства, считают верующие. В это время церковь вспоминает, как две с лишним тысячи лет назад Христос принял крещение от Анны Предтечи, и в этот момент была явлена Святая Троица. Поэтому праздник носит еще и название «Богоявление». Для погружения в воду на Самарской набережной в этом году оборудовали одну официальную купель. Глава Самары Елена Лапушкина и начальник областного главка МЧС Олег Бойко посетили молебен и лично проверили, насколько безопасно место для купаний. Прежде всего, конечно, хочу поздравить всех православных самарцев с Крещением Господним, пожелать мира, добра, любви в каждом доме, пожелать веры в душе. Конечно, мы постарались сегодня сделать максимально комфортно, максимально безопасно для всех людей, но хотел бы обратиться тоже к нашим жителям замечательным, что прежде чем решить для себя нырнуть в прорубь, надо оценить свое состояние здоровья, надо оценить возможности и после этого, конечно, нырять. Желающих окунуться в святую воду не испугали даже крещенские морозы. В ночь на вторник столбики термометров опустились ниже минус 25 градусов. Больше для себя просто. Доказать, что могу, доказать, что способен. Для православных верующих и просто желающих испытать свою силу духа, городская администрация и спасатели организовали теплые палатки для переодевания, места для обогрева, горячий чай. Сотрудники МЧС дежурили возле проруби до 4 часов утра. Всего будет задействовано в обеспечении безопасности более 1100 человек и более 420 единиц техники. На местах, где на открытых водоемах оборудованы места для традиционных крещенских купаний, будут дежурить спасатели. Никаких происшествий во время купаний в Крещенскую ночь не зафиксировали. Всего в регионе организовали 70 мест для погружения в воду, 50 на водоемах и 20 на прихрамовых территориях. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. В Самаре подвели итоги областного журналистского конкурса на призы губернатора Дмитрия Азарова. Наш телеканал получил сразу три награды. Мы победили в номинации «Интернет-издание», выиграли специальный приз за создание цикла проектов, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне в направлении «Год памяти и славы», а также получили дипломы от Самарского областного отделения Союза журналистов России за прорыв в сфере интернет-технологий. На торжественной церемонии работал наш корреспондент Анатолий Головко. 2020 год стал по-настоящему прорывным для телеканала «Самарагиз». Наша команда сумела завоевать сразу три награды в областном конкурсе журналистских работ на призы главы региона Дмитрия Азарова. Профессиональное жюри выбирало лауреатов из огромного количества заявок. В номинации «Год памяти и славы» за призы боролись 60 областных СМИ. «Самарагиз» получил специальную награду за создание цикла проектов, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Ежедневно наши телезрители вместе с журналистами переворачивали неизвестные страницы истории запасной столицы, узнавали о лицах и именах победы и становились свидетелями важных для страны исторических событий. Мы проделали огромную работу, чтобы подвиг ветеранов и толовиков навсегда остался в памяти жителей Самарской области. Когда мы с вами все вместе начинали делать этот проект вместе, когда мы выбирали лучшие проекты по изданиям, когда мы впервые, все СМИ были вместе, объединенные этим проектом, наша задача была найти ту грань, чтобы не перепафосить, не впасть вот в эту вот пафосную историю, а придать абсолютно человеческое лицо. И я считаю, что нам это удалось. Мне хотелось бы благодарить всех представителей средств массовой информации за то, что в нашей области нашлось такое количество уникальных проектов, которые по достоинству оценила высокая жюри. Спасибо, коллеги. Профессиональное жюри оценило достижения телеканала «Самара ГИС» и в разделе «Интернет-издания». Мы получили диплом областного отделения Союза журналистов России за прорыв в сфере интернет-технологий. Эта награда стала второй по счету, ведь в прошлом году портал признали лучшим в номинации «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На данный момент «Самара ГИС» — единственный в городе телеканал, у которого есть активное мобильное приложение на базе iOS и Android. За новостями в нашем телеграм-канале следят более тысячи самарцев. Твиттер-телеканал «Самара ГИС» накануне перешагнул рубеж в 8 тысяч подписчиков, а на нашем YouTube-канале более 26 миллионов просмотров. На торжественной церемонии губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил лауреатов конкурса за ежедневный кропотливый труд и чуткое внимание журналистов к проблемам жителей Самарской области. Глава региона отметил, что все достижения и успехи Самарской области во многом стали возможны благодаря работе СМИ. Журналист, профессиональный журналист, это, конечно, человек особый, для которого понятие журналистской этики, чести, достоинства, справедливости, желание дойти до сути и разобраться вопросом, желание помочь людям, желание открыть глаза обществу на какую-то проблему и вместе найти решение. Все эти понятия – не пустые слова для настоящего журналиста. На достигнутом наш сплоченный и дружный коллектив не останавливается. Уже в этом году зрители телеканала «Самарагис» увидят целый цикл новых передач, специальных репортажей и актуальных сюжетов из жизни большого города. Анатолий Головко, Константин Головин, Николай Епифанов. События. Больше пространства для творческих людей. Резиденты дома 77 готовятся расширить свою территорию и сделать ее более привлекательной. Здание на Ленинградской было отдано в аренду людям творческих профессий шесть лет назад. Здесь размещаются столярные, гончарные, художественные мастерские, а также танцевальные, вокальные и фотостудии. На этой неделе культурный арт-лофт оценила глава «Самары» Елена Лапушкина и вместе с резидентами обсудила план будущего улучшения культурного центра. В ловких руках Андрея Ханова тяжелый стеклянный шар словно детский мячик. Этот магический ритуал носит название «контактное жонглирование» и натренирован спортсменом за семь с половиной лет. Почему называется «контактное»? Потому что шар все время находится в контакте с телом человека, который делает это. Андрей и его коллега Роман резиденты 77-го дома на Ленинградской уже пять лет. Ребята заняты не просто любительским спортом. Ежегодно они участвуют во всероссийских соревнованиях, устраивают слеты для единомышленников и тренировки по профессиональному жонглированию для всех, кто хочет научиться правильной координации движений и ловкости. Большая часть четырехэтажного здания, в котором жонглеры арендуют зал, практически занята. Порядка 70 офисов – это аудитории и залы для художников, скульпторов, музыкантов и танцоров. В данный момент мы нуждаемся в помещении, в большом помещении, зале, где можно проводить выставки какие-то, лектории и так далее. Кинопоказы, может быть, концертная площадка, так как у нас много помещений, но они все маленькие. Встреча резидентов «Артлофта» с главой Самары давно планировалась. Ребята подготовили для мэра города ряд проектов, которые позволят улучшить территорию многофункционального культурного центра. Также собравшиеся обсудили вопрос об организации ярмарочной торговли и реализации сувенирной продукции мастеров. Сейчас ее продажа осуществляется через интернет. Я надеюсь, что эти вопросы будут решены. Такое очень положительное и яркое впечатление. Мне нравится их открытость, мне нравится их дружелюбие, мне нравится то, что они воплощают все самое лучшее, что должно быть в молодом человеке. Яркость, талант, желание жить, желание творить, желание развиваться. Все это есть в тех людях, которые являются резидентами этого дома. Проект по улучшению пространства «Артлофта» предполагает благоустройство территории внутри двора, где зимой можно будет покататься на коньках, а летом посидеть в тени деревьев в уютном кафе. Также в планах ребят организация кемпингов за Волгой, где профессиональные художники, мастера и спортсмены смогут поделиться своим бесценным опытом с жителями Самары. Ольга Павлова, Василий Калдашов. События. Выставка картин и фотографий к 170-летию Самарской губернии в художественном музее продолжится. На официальном закрытии экспозиции живописи Александра Баканова и фотографии из коллекции Сергея Рудняева объявили, что увидеть экспозицию можно будет еще несколько дней. Самарцы проявили неподдельный интерес к представленным работам. И одного месяца для выставки оказалось мало. В Международный день селфи в музее экспозицию посетила и глава Самары Лена Лапушкина. Чем уникальной работы выяснила Гульфия Сафина. Он родился и вырос в Самаре. Но о том, что однажды этот край захватит все его мысли, не мог и предположить. Когда художник Алексей Баканов впервые взялся за работу над картиной с самарским акцентом, понял, как мало знает о родном городе. Так и начинался путь в проект «Самарская летопись». Я понял, что я ничего не знаю. Очень мало. То есть какие-то поверхности абсолютно, там вот филармония, вот драмтеатр, вот костел, кирха, тут вот, значит, храм, в котором меня крестили. Вот так мало все. А когда ты начинаешь открывать, тогда уже не отпускают. Это неисчерпаемое. Ширяевские пейзажи, какими их и увидел Илья Репин во время своей Волжской экспедиции. Кое-где, кстати, изображен и сам автор знаменитых бурлаков на Волге. Все эти полотна Александра Баканова сегодня выставлены в областном художественном музее в рамках выставки, посвященной 170-летию губернии. Здесь же фото старой дореволюционной Самары из коллекции Сергея Рудняева. Каким был город в конце 19 века, сегодня приехала посмотреть и глава Самары Елена Лапушкина. Это место находится вот здесь, этого ничего нет. Это Коломенский остров. Надеюсь, что все те люди, которые приходили сюда, узнавали много нового о нашем городе, узнавали детали, которых они раньше не знали, и в очередной раз проникали с чувством того, что, в общем-то, Самара – это действительно уникальный город. Вот Самара – интереснейший город. Самара – город с богатейшей историей. Но и эту выставку пока не закроют. Из-за многочисленных звонков и обращений экспозиция будет доступна зрителям еще 10 дней. Мне, как человеку, который родился и живет в Самаре, очень приятно видеть такой интерес к нашей истории, к нашей природе, к нашей культуре. Видно каждого человека. Видно старую Самару, видно ее прошлое. И очень хорошо видно, как жила раньше Самара. Она очень изменилась, очень понравилась. У нас еще есть 10 дней, чтобы сюда приходить, любоваться полотнами Александра Альфа Рызановича Баканова, видеть работу Сергея Федоровича Рудняева из собрания. И, собственно, это повод – прекрасное место. А сегодня еще и Международный день музейного селфи. Глобальный флешмоб с телефоном в руках. Ежегодно в третью среду января все музеи мира разрешают посетителям фотосъемку. Румяные щечки и озорной взгляд. По словам дочери Кустодиева Ирины, это она изображена на портрете, чтобы удержать собаку в статичном положении, художник привязал ее за лапку к стулу. Очень нравится этот портрет, тем, что он такой искренен. Сделаю селфи. Гульфия Сафина, Максим Гусев, События. День объятий в четверг отметила вся планета. Он был учрежден в 1986 году. Основная идея – обнимать родных чаще и дольше. До пандемии в этот день проходили флешмобы с плакатами «Обниму бесплатно». Гульфия Сафина выяснила, как объятия влияют на здоровье человека. Я так счастлива, что готова обнять весь этот мир. Обнимашки – тема для кого-то покажется простой и даже несерьезной. А вот у экспертного сообщества на этот счет свое мнение. Давайте узнаем его, ведь сегодня Всемирный день объятий. Этот неофициальный праздник учредили более 30 лет назад на другой стороне Земли, но дата очень быстро перешла все государственные границы. Тактильный язык взаимоотношений понятен и приятен почти каждому, без ограничений по возрасту и цвету кожи. Более того, он жизненно важен, уверены медики. В человеческом организме очень много чувствительных клеток. Они называются клетки Меркеля равни, но они расположены по всему телу. И когда мы воздействуем на них, то по афферентным волокнам в головной мозг идут импульсы, которые стимулируют выработку таких гормонов, как серотонин, дофамин – это гормоны счастья. Стимулируется еще и местный иммунитет. Через местный иммунитет стимулируется и общий. Вот поэтому это важная часть. Четыре объятия в день помогают выжить, восемь чувствуют себя уверенно. Более десяти пробуждают энергию для развития, считают ученые. Доказано, что дети, воспитанные в семье, где принято обниматься, были успешны. Они быстрее и легче адаптируются в социуме, лучше учатся в школе и менее подвержены депрессивным состояниям и болезням. Однако объятия – объятию рознь. Есть объятия, которые формальные, которые приняты в социуме, тогда, когда нужно обняться, но больно-то не хочется. Это вот так. Вот так вот, когда мы друг к другу сильно-то не подходим, ну или можно подойти, но все тело напряжено, и руки тоже. Мы похлопали друг друга и разошлись. Но нам нужны теплые, настоящие, отдающие эмоциональный положительный посыл другому человеку объятий. Именно такие обнимашки и запускают процессы исцеления организма, объясняют эксперты. От нормализации уровня гемоглобина в крови и снижения рисков сердечно-сосудистых заболеваний до снятия головной боли и даже депрессии. Я считаю, что это вообще такая повседневная вещь бытовая, которая, по сути, должна присутствовать в жизни каждого человека. То есть, если можешь поделиться объятиями с тем, кому это нужно сейчас, а сделай это, было бы здорово, если бы этого было больше. Но опять же, отслеживайте, кому это действительно нужно, не навязывая. Дело в том, что не все люди любят и хотят обниматься, объясняют психологи, и это тоже нормально. Ведь мы – представители северных наций, которым свойственна сдержанность. Впрочем, широта души – это тоже про нас. Вы любите обниматься и почему? Конечно, люблю. Это обмен радости, допустим, если это счастливая ситуация. Ну, я не знаю. Вот приятно. С кем обнимаемся? Со своими близкими, с любимым, с друзьями. Кого обнимаете? Всех, кто дома. Это показывает любовь друг другу. Когда родных встречаем, всегда мы очень рады, обнимаемся, целуемся. Это очень хороший праздник. Даже во времена пандемии, уверены специалисты, не стоит пренебрегать тактильной поддержкой в семье. Разумеется, если нет больных с симптомами гриппа и ОРВИ. Одинаково полезны объятия с любимыми людьми, братьями, меньшими и даже самим собой. Обнимашек много не бывает, объясняют эксперты. Наверное, поэтому в мире не один день по этому случаю. Отмечают дату также 15, 22 июля и 4 декабря. Но сегодня масштаб планетарный. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События. Самарскому медведю Умке исполнилось 23 года. В зоопарк он попал из цирка со всем малышом. Сейчас Умка в самом расцвете сил, говорят сотрудники зоопарка. С днем рождения медведя поздравила и наша съемочная группа. На печеньку. Умка, на печеньку. Кушай, ну хорошо. Имененник Умка с удовольствием поедает сладкое лакомство. Как и все медведи, он сладкоежка. И куску мяса предпочтет мед и ягоды. Правда, лакомство ему дают только по праздникам. Обычный рацион бурого хищника состоит из каш, мяса, яиц, овощей и фруктов. Питание у большого зверя в зоопарке хорошее. За раз может съесть до 20 килограммов. Поэтому в зимнюю спячку Умка в зоопарке не впадает. В спячку он у нас полноценный не впадает, так как еды ему достаточно. А в природе животные, медведи впадают в спячку, так как свой большой организм им надо прокормить. А его зимой намного сложнее прокормить, чем летом. Соответственно, они впадают в спячку. Это такой механизм защиты у них. В зоопарк Умка попал совсем малышом. Его забрали из цирка. Сейчас ему исполнилось 23. Если перевести на человеческий возраст, это примерно 40 лет. Мужчина в самом расцвете сил, говорят сотрудники зоопарка. При этом парень он общительный, любит шумные компании. Наверное, сказывается цирковое прошлое. Он у нас очень веселый, летом обожает купаться, любит публику, внимание, ждет, когда к нему побольше народу подойдут. Вот когда он в бассейне плавает, купается. Он резко вскакивает, всех обрызгивает, все с визгом разбегаются. Ему это очень нравится. Следующий свой день рождения в зоопарке отметит черный ягуар-нуар. А в начале февраля всех посетителей ждет традиционное предсказание погоды на весну в день сурка. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго, не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok